Гордей Барзанов пришел в отделение плавания спортивной школы ИКАР около 10 лет назад. Его имя постоянно мелькают в списке призеров и победителей различных соревнований. Из недавних успехов спортсмена – победа на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. Я занял первое место по области в своей возрастной группе 14-15 лет. И еще поставил два рекорда в дисциплинах по плаванию и наклонах. Несколько рекордов упустил. Вот в этом недоволен. А так хорошо. Гордей – участник сборной города по ГТО. В ней уходят и другие воспитанники ИКАРа. На летний фестиваль от Саровской спортивной школы ездили также гимнастка Виктория Ботова и еще два воспитанника отделения плавания – Ксения Денисова и Ярослав Нетрусов. Все трое пловцов в сборной занимаются у одного тренера – Виктории Шалыгиной. Выбирались самые лучшие спортсмены, которые до этого сдавали нормативы по ГТО, смотрелись их результаты. И вот так вот они попали в сборную. Они уже занимаются давно. Так как у нас вид спорта очень такой разнообразный, у нас проводятся как бы и упражнения на гибкость, и силовые упражнения, и скоростные упражнения. Это все упражнения те, которые сейчас есть в плане ГТО. Помимо призов и грамот Гордей и Виктория получили сертификаты на участие в третьем федеральном этапе летнего фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Артеке. К примеру, ребят стал заразительным для многих воспитанников Икара. В следующем году я тоже очень хочу поучаствовать в ГТО, попробовать его выиграть. Но для этого нужны и другие виды спорта. Мне их тут помогают развивать. Среди воспитанников отделения плавания много титулованных юных спортсменов. Чтобы попасть в секцию, все ребята прошли отбор. Здесь не только готовят будущих чемпионов. Тренеры развивают в ребятах силу, выносливость, терпение и стойкость. Гибкость у нас основной вид, потому что плавания без гибкости не бывает. Силовые упражнения у нас обязательно в течение года. Те же отжимания, те же подтягивания. Плюс скоростная работа, которую мы делаем на воде, они развивают эту скорость. Для тех, кто хочет чего-то добиться в спорте, не существует каникул. Летом для воспитанников Икара организовали летние сборы. В это время, когда нет школы и домашних заданий, можно направить всю энергию в спорт. Тренировки летом отличаются от обычных тренировок, которые в учебном году. То есть мы сначала занимаемся на стадионе, потом мы занимаемся в бассейне. Намного лучше. То есть ты не только занимаешься на воде и оттачиваешь науки плавания, но еще и физическую форму содержишь, когда занимаешься на стадионе. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. На первые соревнования часть воспитанников отделения плавания поедет уже в сентябре. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.